Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые телезрители! Меня зовут Майкл Мелехов, я руководитель центра «Сангейтс». Мы находимся в центре «Сангейтс». И сегодня у нас в особом режиме идет передача, которая записывается в нескольких форматах. Один из форматов вы видите на экране. У нас на связи сегодня Россия-Москва. Елена Порецкая, парапсихолог, экстрасенс, ясновидящая, гадалка. Это человек, который снимает порчи, негативы, сглазы. И мы встречаемся с Еленой уже не первый раз, много раз на самом деле. Ну вот она, последняя наша передача. И, дорогие друзья, обращаюсь уже к вам, поскольку вы это все наблюдаете. И оставляю свои комментарии, чему мы очень благодарны. Спасибо вам большое, что вы смотрите наши программы. И в одной из передач, последней, не была освещена один маленький вопрос, который задавал наш радиослушатель, касательно цифр. То есть вот мы смотрим на часы, мы смотрим, и нам все время бросаются в глаза. В тот момент, когда мы смотрим, какие-то цифры одинаковые все. Ну, скажем, 22.11 или 15.15. Лена, здравствуй, во-первых. Рад. Привет, Майкл. Привет всем, кто нас смотрит, или слушает, или будет смотреть. Да, я рад приветствовать тебя у нас в эфире. Надо сказать о том, что сегодня у нас 3 февраля 2017 года. Пятница. Время Чикаго 28 часов 45 минут. И пятница. Что такое пятница? День Венеры. Если просуммировать все цифры 3-2-го 2017 года, мы получим цифру 6. Что в ведической нумерологии символизирует тоже Венеру. Поэтому и у нас на связи замечательная женщина, которая... А женщина это Венера. Глент, ну вот первый вопрос к тебе такой. А потом мы перейдем вот к тому, что я сказал, цифры. Все-таки, как ты чувствуешь, как парапсихолог, как ты чувствуешь энергию дня Венера? Вот визуализировать Венеру мы можем. Как она сегодня проявлена? Красота. Ну, сегодня я бы не сказала, что день красота. Я бы сказала, что это день такой вот двойственный. То есть он неплохой по сути, но в какой-то степени недвижущий ничего такого вроде нового. Как будто бы человек или люди будут думать, задумывать что-то на будущее, как бы в таком тропразном состоянии. Но при этом это опять же как перспектива, да, есть. И с сегодняшнего дня идет перспектива на будущее. Ну, понятно. Ну, тем не менее, в связи с нумерологией, визуализацией сегодня все-таки это люди, которые родились, ну, первые они родились 3, 21, 12 и 30 числа любого месяца. И те люди, которые под влиянием шестерки, то есть 6, 15, 24 числа. Вот это, дорогие друзья, это я как нумеролог вам сообщаю, отвлекаясь немножечко от темы нашей передачи «Парапсихология», о том, что сегодня ваш день. Короче говоря, и все какие-то важные решения вы можете вот как раз в этот день осуществить свои. Ну, хорошо, вот вернемся к цифрам. Что означает, по-твоему, вот человек смотрит, и ему постоянно одни и те же самые цифры вот попадаются. Что это такое? Ну, как бы тут прежде всего нумерология, конечно, играет роль. То есть надо бы знать значение цифр, да. Во-вторых, конечно, это у всех по-разному. То есть у кого-то это предупреждение, допустим, обратить внимание на какие-то события в своей жизни, на определенное время этих событий, да. У кого-то это, опять же, если расшифровать нумерологические цифры сами, да, которые попадаются, то можно уже предсказать, допустим, кто-то уходит. Это как предупреждение, да. То есть, по сути, это сгрифмоганность у каждого человека каких-либо цифр, которые могут показывать будущее, да, в чем-то, и предупреждать о каких-то грядущих изменениях или о том, что надо сделать. То есть, по всей вероятности, это, опять же, из нумерологии, это те цифры, которые суммарные цифры или какие-то цифры, которые играли в вашей жизни какую-то роль. То есть, возможно, возможно, скажем, вам попадается, во-первых, 11, 11 или 22. Это очень и очень серьезные числа, цифры, поскольку человек, который родился 11 числа или 22, а некоторые родились, я даже знаю таких людей лично, 22-11, то есть 22 ноября, это люди, обладающие очень и очень незаверенными способностями. В хорошем плане это дает вам интуицию, дает вам какие-то действительно экстрасенсорные возможности, Елена может это, наверное, подтвердить. То есть, ну, конечно, надо смотреть от каждого человека. Другой вопрос, как мы умеем этим пользоваться. Другой вопрос, если мы ничего об этом не знаем, к примеру, если мы не будем пользоваться одной рукой, так она у нас просто отсохнет. Ну, мало ли, если мы не будем пользоваться вот этим аппаратом, так он у нас тоже, так сказать, отсохнет. Понятно, поэтому хотелось бы знать, и, дорогие друзья, у нас есть такие возможности, кстати, общаясь с такими известными и очень интересными людьми, определить способности, скажем, вас, ну, а еще лучше ваших детей, внуков. Ну, детей имеется в виду, потому что дети еще не определились, куда им пойти, чем им заниматься. То есть, это то, что называется дарма на санскрите или предназначение человека. Вот. Ну, более подробно, может быть, даже это вопрос не к Елене, она сейчас вот свою точку зрения озвучила. Может быть, ко мне в какой-то степени все-таки, я имею дело с нумерологией и так далее. Лен, давай мы поговорим вот о чем. Это у нас осталось, так сказать, с прошлого занятия, с прошлого эфира. Давай мы поговорим вот о чем. Поговорим мы, как такие люди, к которым ты относишься, парапсихологи, экстрасенсы, ясновидящие, как они могут помочь людям, и были ли такие случаи у тебя в практике, скажем, помочь им функционировать в материальном мире. То есть, сегодня все хотят зарабатывать деньги. Сегодня мир материальный, и в первую очередь, это понятно, это деньги. И всем нужны деньги, тут вопросов нету. Желательно, чем больше, тем лучше. Как ты могла бы помочь вот такому человеку? Ну, первично все равно каждому человеку нужно оценить свои финансовые потоки, свои финансовые потоки своей семьи, я бы сказала. То есть, не только вот лично, там, Вася Пупкин, да, а вот именно бабушка, дедушка и так далее. То есть, проанализировать, прежде всего, как и кто из предков, да, и родителей зарабатывал. Для чего это нужно? Мы как бы все равно генетически берем то, что заложили в нас родители. Иногда это не очень хорошее наследство, понимаете. И здесь надо при просчете финансового состояния тех своих родственников посмотреть, насколько вы что-то зацепили от того или иного родственника. Ну, какую позицию, да. В дальнейшем, опять же, желательно, конечно, снять негатив с тех или иных позиций, потому что, как знать, может быть, у вас в семье был какой-нибудь неблагоприятный человек стандусный, который что-то правонарушал, и человек может нести это кармически и отдавать также свои плечи, да. Еще тоже, еще тоже, есть разные практики, бизнес-практики сейчас, да, не современные, где вы можете, опять же, найти свое направление как-то. Ну, в каком-то ключе могу я помочь, да, или вот, допустим, Майкл, или еще какие-то специалисты. Но при всем этом, прежде всего, ценные задачи. Если провести аналогию нашей жизни любой с компьютерной игрой, вы все помните, что нам даются задания, да. Вот задания в компьютерных играх, как ни странно, это аналогия наших целей и задач, которые мы ставим себе пожитные. Если, допустим, в игре что-то нужно сделать, чтобы перейти на следующий уровень, то то же самое происходит и у нас в жизни. Для того, чтобы больше зарабатывать, нужно сначала определиться, что вы вообще хотите в жизни делать. Найти свое какое-то дело, свою нишу, где вам будет и приятно делать, где вы будете не из-под балки что-то делать, работать, да, а именно совершать какой-то творческий процесс, который вам же будет помогать и финансово зарабатывать. Ну, это все, как бы, понятно, это все теоретически. То есть, надо найти, да. Как найти вопрос? Нет, это уже практически. Очень много разных практик, я же про что я говорю. Смотря какой человек обращается, понимаешь. Есть люди, которые ищут именно более такие атеистические, назовем их так, они не идут ни через религии, ни через мирноразвенческие практики, они идут чисто предметно. Бизнес-тренинги и так далее. То есть, просто какого человеку нужен специалист? Ведь есть люди, которые просто заточены на деньги. И вот это беда этих людей, потому что, когда человек заточен только на деньги, без какой-то духовной цели за этим, для чего они ему нужны, то в итоге этот человек будет все время сталкиваться с тем, что ему только не зарабатывая, они все сквозь пальцы будут ходить. То есть, деньги – это энергия, прежде всего, как сказал мой прошлый учитель, да, по сути, так оно и есть. Просто это энергия предметного мира. Лен, я в принципе и в целом, и в частности, я, конечно же, согласен. Но смотри, как получается. Вот, к примеру, возьмем такую ситуацию. Сидит бомж, бездомный, безработный, и просит милостыню. К нему подходит человек и говорит, слышишь, тут все время сидишь здесь и просишь милостыню. Ты просишь, ты хочешь себе взять. Но ты же знаешь, что надо, прежде чем взять, надо что-то отдать. Ну, такой закон. Он говорит, так мне нечего отдавать. Вот вы знаете, я вот сейчас не собираю милостыню, вот тогда я буду отдавать. Вот, то есть нарушается закон, закон связи, закон, что вначале было, так сказать, курица или яйца, яйца или курица. То есть, что первично, а первично это отдача потом брать, это универсальный закон. Человек это нарушает. По каким причинам он стал бездомным, бомжом, безработным, это вопрос другой. Но я вот сейчас пытаюсь встать на сторону тех людей, того человека, которого... Мы таких людей, кстати, знаем. То есть, к нам обращаются, дорогие друзья, люди, и мы сводим, вот, скажем, в частности мы говорим про Елену Порецкую, и она помогает. И вот я знаю лично такого человека, который, тем не менее, продолжает функционировать в своем режиме и отдавать, как бы не хочется отдавать. И в данном случае, ну какая духовность, какая религия? У меня... Я иду молиться, даже если я иду в церковь, даже если я занимаюсь медитациями, даже если я произношу мантры, молитвы и так далее. У меня вот тут вот сидит мой моргидж, имеется в виду ипотека, у меня здесь сидит с работы, меня выгнали с работы, мне надо искать ее. Какие медитации, какие... Помоги мне. Ну, послушай, Майкл, но все же идет из-за чего-то. Был обеспеченный человек, допустим, вел себя он заносчиво, например, возьмем сейчас правило. Да, как обычно ведут себя, особенно у нас в России, да, там люди поднимаются. Возьмем простой пример. Люди любят тролли друг друга в интернете. И они думают, что за вот этими незаметными никами, фейками, их никто не вычислит, понимаешь, безнаказны. И человек в итоге потом получает проблему, у него вдруг все рушится. Это дается для того, чтобы человек задумался, что он не так куда-то шел, что он потерял то, что не ценил, что он сделал какие-то правонарушения, которые привели его к этому пути бомжа, допустим. Понимаешь? Лена, я повторяю, я согласен с этим. Я это все знаю, я это тоже самое рассказываю, объясняю, мы это делаем в центре СНГ. Я задаю другой вопрос. К тебе обращаются люди по разным поводам. У всех свои какие-то есть проблемы. Ты что, будешь каждому человеку, вот тебе пришел человек и говорит, Лена, ну хорошо, вот я вот насобирал деньги на вашу консультацию, помогите мне. Помогите мне. Я только это спрашиваю. Можешь ли ты или такие люди, как ты, помогать и должны ли они помогать такому человеку? Или пускай он решает свои проблемы, кается, едет в монастырь, там истязает плоть свою, прежде чем не придет к Богу, а все остальное до лампочки. А ко мне семью надо? А дети есть? Нет, послушай, я решаю такие вопросы. Вот, я об этом пока спрашиваю. Я работаю с такими людьми, да. Потому что прежде всего во всех финансовых погрушениях, а это имущественный сбой, то есть что это, принцип чьей-то зависти, родового негатива, посыл какой-то порчи, кто-то кому сделал, привороты, если разбивали семью, да, то есть уводя кого-то из партнеров, всегда кто-то присутствует, кто подсидел энергетически. Да, но сейчас мы убираем саму личность, само человека, кто-то подсидел, кто-то навел, кто-то негатив. Нет, это я сейчас беру, слушай, это я сейчас беру принцип, почему человек ко мне обратился. Ведь всегда люди обращаются, думают, что только кто-то вот им сделал, и у них все пошло неправильно. Не каждый человек, поверь мне, думает, что это он где-то кому-то на ногу наступил или нахамил в интернете, и только после этого у него все случилось не так. Далеко не каждый. Да, вообще не каждый. И я, например, когда я работаю с человеком, да, я снимаю чужое воздействие, но я всегда даю установки, где человек прежде всего соблюдал бы сам чистоту помыслов. И я всегда говорю, подожди, я не говорю. И я всегда говорю, что если вы получили вот этот урок неприятной жизни, то прежде всего вас будет окунать после моих сеансов в прошлое, где вы будете даже вспоминать даже свою неправоту по отношению к кому-то. И вот здесь нужно, опять же, немножечко измениться перед теми людьми, где вы кому-то наступили на акту, оскорбили. Может быть даже предметно проявиться, если вы знаете, причастного человека, и принести момент разговора извинительного в том ключе, что когда-то между вами было что-то неправильное. То есть все равно идет сглаживание момента, если даже люди мысленно извиняются, то это гасится ситуация, понимаешь? Я понимаю, еще раз повторяю, согласен, сто процентов. Более того, я могу привести аналогию. Мы посещаем, у нас есть специалисты нашего центра, включая меня самого, посещаем, я об этом говорил и не один раз, такое интересное место на земле в Бразилии, где находится Spiritual Hospital, это духовный госпиталь. В этом госпитале 50 лет функционирует, работает, живет такой человек, которого во всем мире называют Джаном Га, то есть Джон от Бога, или, ну вот примерно так, перевод такой, он исцеляет людей. То есть там вся атмосфера, весь госпиталь и те сущности, ангелы будем их называть, то верят, то не верят, не имеет значения, они работают и помогают. Поэтому есть очень серьезная статистика, более двух с половиной миллионов от смертельных болезней были исцелены. Вопрос в другом заключается. Но ведь 25 миллионов не были. А почему? То есть основное и непременное условие, даже не условие, а рекомендация, можно так сказать, тому человеку, который приехал в этот госпиталь, заключается в том, что ему, помимо того, что ему помогает, вот ты сейчас помогаешь, нужно параллельно вести свою работу, нужно попытаться вспомнить те противоправные поступки, которые они совершали. Те люди, которые причинили зло, а мы знаем, что это называется карма, что-то мы делали, потом делают нам, то есть те люди орудия в руках высших сил, и мы должны на первом этапе простить обидчиков, а потом их полюбить. Почему полюбить, как полюбить? Обидчиков, преступников. Душа есть душа, тело есть тело, орудия, повторяем. Сложно это сделать, но это непременное условие, будем так говорить, излечения этих людей. Ну, я бы сказала не то, чтобы полюбить, нет. Полюбить это практически нереально. Здесь нужно пережить в себе вот эту боль, которую принес обидчи. Виртуально вы можете проиграть, прямо скажем, все самые нелистоприятные моменты, которые, допустим, как это сказать, все виртуальные моменты, ну, как бы вы поступили с этим человеком. Для чего это делается? То, что происходит виртуально в чувствах эмоций, это не сбывается. Просто этим погасите эмоциональный наплыв, который у вас произошел за обидной ситуацией. Со временем потом нужно просто выравнивать отношения к этому человеку или ситуации, причем делать это до игнорирования, то есть, чтобы вам было абсолютно все равно. Только в этом случае, по сути, и получается, что вы отпускаете. И вам не... вы как-то ее отпускаете в ситуацию, и у человека, который вас обидел, получается, закон кармы, да? Возвратный удар. Амиран. И вот здесь этот человек, если он адекватный, он придет извиниться, он попробует погасить эту ситуацию. И если вам человек какой-то должен, допустим, обманул вас, вот были такие случаи, я знаю, клиентов твоих, у клиентов это было, то именно эта ситуация, когда ты отпускаешь, вдруг человек приходит, извиняется и даже налаживается отношение. Но вы должны помнить, что даже если человек извинился, одно дело по глупости, там, оскорбил, обидел, а другое дело, когда это люди делают осознанно. Вот здесь нужно грани, понимание, пустите ли вы этого человека в жизнь дальше. Очень многие пускают, это ошибочно. Таких людей уже надо держать на расстоянии. И если этот человек осознанно вам градит, появляясь в вашей жизни, свои проблемы с возвратом ударов, такого человека больше пускают в свою бездневку, иначе он вас будет уничтожать. Это люди, которые не понимают ничего, у них вы и самоцель, и они могут уничтожить. Реально, я знаю таких из многих известных людей, кто, в принципе, не Майклининга, но моих коллег, у кого были такие страшные ситуации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова